всем привет хочу отдельным видео сделать сделать обзор нашей гостиницы на ну на последующую неделю то есть неделю поживем а там будет видно видно что где и как и почему стою как раз я у открытой двери нашего номера вот в ту сторону гостиница если видно тут я вот захожу гостин в номер свой так здесь шкафчик шкафчик обувь под одежду здесь душевая кабина душевая комната вот очень все так класс классно сделано красиво все с прямо с чувством с толком с расстановкой так мы вот только-только зашли про сразу кого хватаю камеру и делаю видео вот только наши сумки вот этого человека я тоже из машины принесла перенесла это у нас будет кухня этот номер люкс у нас был очень большой выбор гостиница новая все здесь новое номера свободные номеров достаточно чтобы нам разместиться мы посмотрели несколько номеров и остановились на люксе но мы же как люди уже это с опытом с возрастом нам уже маленькое надоело нам хочется пошире побольше это люксовская комната люксов этот люксовский номер состоит из двух комнат это как столовая мы здесь будем обедать ужинать завтракать на диванчике этот столик нам дополнительно принесли можно было бы ну и его не было принесли чайника не было принесли холодильник был телевизор стол прямо вот можно готовить и резать мультиварку мы свою принесем все будем готовить на мультиварке здесь есть приборы я все подробно показываю потому что потому что мы здесь будем пока что неделю а потом посмотрим так и вот большая комната вот такая комната здесь была одна кровать двухместная и мы попросили еще одну кровать потому что но мы не умеем с эльгизом спать вместе на одной кровати мы мешаемся друг другу руки ноги раскидываем задеваем просыпаемся нет мы будем спать кто-то у нас будет спать здесь но я думаю что я думаю что это буду я потому что там розетка мне я всегда лежу с телефоном под зарядку сразу надо вам на комментарии отвечаю вечерами все это я делаю вот а эльгиз будет там у него здесь телевизор чтобы он видел хорошо отсюда шкаф для одежды вот такое зеркало большое огромнейшее здесь кресло журнальным столиком там мы наверное поставим компьютерной ольгиз говорит что сюда поставим компьютер мне кажется что его надо вон туда поставить удобнее будет сидеть вот здесь тут шкаф одеяло шкаф прямо все 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 тут все все очень хорошо сделано даже полотенце коричневый который мне больше нравится потому что у меня крашеная голова еду мыться и всегда на белых полотенцах остаются пятна вот эти вот розовые мои мнение очень нравится так сейчас я сяду на кресло и немножко поговорю а значит сейчас открывать окна не буду но у нас вид вот такой ребята здесь спортивная детская площадка и там дальше большой большой ну такой стадион футбол играет сейчас сейчас расскажу все это гостиница новая она называется атлет сюда часто приезжают спортсмены и видим вот в таких вот ну я так просто предполагаю останавливаются тренеры какой-то тренерский состав тут всего две вот таких люксовых номера все остальные небольшие маленькие но тоже очень уютные очень красивые и администрация сказала что ну бывает что шумно там когда-то игры проходит я говорю ой мы настолько ничего нам не слышно мы целый день ходим ездим бегаем что приезжаем сразу падаем спим нам это мешать нисколько не будет но посмотрим мы оплатили на неделю а там видно будет захочется нам оставаться не захочется комфортно нам здесь будет некомфортно посмотрим я вам потом все это расскажу теперь самое главное по стоимости этот номер люкс стоит 1700 рублей на наши деньги скажите ой как дорого жить в таком дорогом номере значит за месяц у нас получится 50 тысяч но без учета всех скидок они сказали будете долго жить будут и скидочки нам тем более мы блогер мы бы мы рекламы займемся и гостиницы естественно будут можете сказать что это дорого но это наш выбор мы прежде чем принять вот такое решение мы целый месяц мотались по узбекистану в разных городах мы были в разных гостиницах мы знаем ценовую политику мы знаем сколько что стоит мы знаем из насколько можно месяц питаться на как какую сумму потратить и какую сумму можно потратить на жилье ребята я вам честно скажу здесь жилье очень дорого снимать очень здесь они только-только все начинают у них только-только все это начинает разрастаться приходит они в этот бизнес совсем пришли они в этот бизнес совсем недавно поэтому пока это действительно дорого но тут уже хозяин барин хочешь снимай жилье хочешь не снимай квартиру снимай мы ребята квартиры тоже посмотрели вы сейчас будете говорить что квартиру снять дешевле может и дешевле но нам некомфортно нам в квартиру но не комфортно мы заходим даже вот нас отталкивает запах вот какого-то жилья чужого а найти вот которая квартира вот такая же полностью вся 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 чистенькая все новенькая этот денег таких же почти стоит вот поэтому поэтому мы когда приехали сюда в черчик к моей подписчицы пожив у нее двое суток сутки пожили и нам просто захотелось остаться в этом городе нам настолько понравились эти люди которые мы приехали нам просто захотелось какую-то знаете вот моральную поддержку чтобы рядом с нами были люди чтобы были какие-то люди чтобы нам было комфортно дальше жить у нас еще очень большое желание возникло все таки пожить здесь месяц или два может быть и до нового года поживем а может раньше уедем не знаю может вообще неделю проживем скажем нет нам не комфортно и здесь тогда уедем домой но пока есть желание пожить поездить посмотреть мы еще некоторые места будем ездить конечно мы хотим еще пожить в этой гостинице есть номера по нашим опять же деньгам за тысячу ровно тысячу этот месяц будет 30 тысяч вот мы посмотрели они тоже очень красивые очень аккуратно или вот с одной вот такой кроватью или две вот таких кровати стоят все все лески и шкафчики есть и где ты есть шкаф ч кстати где то нет где в где-то ванная где то есть холодильник где то нет то есть на любой вкус если ты не хочешь ничего готовить не будешь холодильнике Ничего держать, конечно, без холодильника берешь. Ну, в общем, выбор есть. Гостиница очень небольшая. Ну, номеров, наверное, 15-20, наверное, не больше. Сейчас Ильгиз даже стал схему пожарной посмотреть, сколько там номеров. Сразу нас приняли очень-очень-очень такие приятные девушки. Они согласовали с администрацией. Здесь этой кровати не было. Мы попросили, ну, я уже говорила, чтобы поставили нам еще одну кровать. В общем, 25 комнат здесь. Но такое чувство, что мы тут практически... Не то, что одни, нет. Люди-то ходят, да, есть люди. Чуть позже я вам покажу столовую здесь, рядышком столовая. Наверное, в это же видео, да, поставлю, Ильгиз? Наверное, в это видео уже поставлю столовую. Вот тут же на территории столовой можно даже под заказ делать еду себе. Я посмотрела по ценам. Я всегда смотрю по супу. Если суп меня устраивает, я имею в виду цена супа, все, значит, это недорого. Это демократические цены. Это наши, вообще, цены наши, пенсионерские, можно сказать. То есть мы побольше заплатим за жилье, но подешевле будем питаться. Вот. И у нас тоже 100 на то и получится. Мы долго с Ильгизом это все считали. Мы же не с бухты-барахты все это делаем. У нас каждая копейка просчитывается. Мы вчера, когда пришли, посмотрели, ну, забронировали вот эту комнату, свои пожелания оставили, что, где и как мы хотели бы видеть. Вот. И долго сидели вчера, просчитывали вот так, вот так, вот так. У нас же тоже деньги с неба не валятся. И нужно и пожить подольше, и чтобы и заплатить поменьше. Но так же не бывает. Вот. Поэтому надо было где-то себя уменьшить. Где-то вот. Мы в прошлом году в Анапе, кстати, жили. Тоже, может быть, кто-то помнит. Мы тоже дорогое сняли жилье. Но мы питались очень-очень это. Мы никуда не ездили. Мы ничего практически не смотрели. Мы знали, что нам нужно прожить вот это время именно в Анапе, именно возле моря. Но урезать себя во всех этих отношениях. И здесь точно так же. Мы захотели пожить вот в таких комфортных условиях, но зато здесь дешево можно питаться на рынке. Это все можно купить за копейки. А нам надо овощи. Нам в основном же овощи. Ну, мяско, естественно. Рыбка здесь. Все есть. Мы посмотрели. Это наш город. Прямо нам комфортно. Мы уже по нему погуляли. На машине проехали. Нам здесь все-все очень сильно понравилось. Так что, ребята, порадуйтесь за нас. Во всяком случае, вот эту первую неделю мы пока поживем здесь. А там будем рассказывать, будем показывать, будем говорить. Как и что у нас будет получаться. Понравится, значит, месяц проживем. А там опять посмотрим. Так что, все. Значит, сейчас я чуть позже сниму я столовую и вставлю сюда и это. Так, стою в коридоре. Вон там наша комната. Забыла сразу снять. Сейчас мы идем в столовую. Вот это как, ну, холл получается для общего отдыха. Здесь тоже телевизор есть. Посмотрите, какая красота. Просто для отдыха. И идем в столовую. Здесь же. Здесь же. Тут еще гостиница. Тут даже. Так вот. Тут тоже посидеть там. Да. И даже туалеты есть здесь. Так. И вот столовая. Вот вышли на эту же территорию. Территория, ребята, это совершенно новое здание. Это совершенно. Еще только, только, только все здесь делается. Мы, можно сказать, что самые такие, вот, чуть ли не первые посетители. Вот это все вот такая территория, которая будет облагораживаться, которая будет все застраиваться. И тут, мне кажется, будут тоже стадионы. Что-то спортивное здесь что-то будет. Нет, скорее всего, это будет где на отдыха. Засадятся тоже какие-то растения. Сделаны дорожки. Да, а так вот гостиница, вот она вся, вот она новая, совершенно здание. Вообще, Узбекистан, молодец, застраиваются, все по-новому делают. Так, наши, вон там, вот угловая, угловая. Вот это вот. Да, вот на первом окне. Вот четыре окна вот эти вот. Наши. Да и здесь, наверное, такая же, да? Здесь вот гостиная. А, здесь гостиная, а два люксовых, вот она там. Да, два люксовых, а сверху вот не знаю. Так, пошли мы в столовую и узнаем расписание, когда можно покушать, в какое время. И как раз пообедаем. Как раз пообедаем. Денежки ты взял? Да. Сколько это будет стоить? Посмотрите, какая шикарная столовая. Посмотрите. И это все возле нас. Не надо бегать по городу, выискать, как мы целый месяц это делали. Где покушать? Вот. Посмотрите, как здесь все красиво. Это же, это же, это же находка для шпиона. Все, вот меню. Меню. Если вам что-то говорят эти цифры, для нас это говорят многое. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы поели уже по разным ценам, по разным вкусам. Сейчас будем кушать. Мы пришли еще узнать расписание. Расписание. Сейчас будем кушать, покажем, сколько мы заплатили, как тут кормят. Вот. Видите, как все здесь красиво. Ребята, нам какой обед сделали. Мне борщ. Ильгизу суп овощной просто. И зелень. Огурцы, помидорчики. Ну и хлебушек тут тоже дают. Тут хочешь, хочешь жуй, хочешь не жуй. И компотик. По цене чуть позже скажу. Выходим мы из, со столовой. Вот до чего верят людям. Да на ужин придете, потом рассчитаетесь. Пообедали. Денег с нас не взяли. Сказали, на ужин придете, потом рассчитаетесь. Вот как. Вот как. Здорово. Мы там потратили 7 до 7, 14 салатик там. Ну, 1020 на их, да. Так. Нет, пока не знаю. Ильгиз пошел машину перегонять под, под камеру поставить. Ну, а я иду. Так что, а, я хотел же так. Ой, не знаю, сколько стоит. Что-то, тысячу, полторы ли. Ну, не больше 120 рублей мы потратили. Ну, мы, вот суппорцы такие огромные. А вы говорите, а во второй это не будете. Говорю, куда? Столковый ели, зуб съели. Так что, вот наш номер. Сейчас уже будем распаковываться, устраиваться. Все, ребята, на этом я видео закончу. Поели так, пообедали. Классно еще раз хочу сказать, что я борщ варила в Ташкенте, там, через, наверное, мне 10, как мы приехали. И вот сейчас поела их борщ. Их борщ очень вкусный. Очень вкусный. Такой наваристый вкусный. Все, все, заканчиваю, заканчиваю, заканчиваю. Всем приятного просмотра. И до новых встреч. Вечер. Мы идем на ужин. На ужин там девочки уже собираются домой. В 6 часов столовая закрывается. Добрый вечер. Это опять мы. Добрый вечер. Добрый вечер. Так. Вам пюре с гречкой. Давайте. Котлетки из кей. Пюре. Да. Легкие на ужин. Да, да. А мне гречку. Мне пюре с котлетками. Чай зеленый-черный. А мне зеленый. Зеленый. Ох уж эти мухи. Ох уж эти мухи. Что, сегодня немножко прохладно стало, поэтому... Очень хорошо стало. Очень хорошо стало. А, если лето приедет, что будет, ты сказала? Летом мы не приедем. Нет, мы ни за что не приедем летом. Мы не будем здесь жить. Нет. Ваши 64 градуса. Я последний раз здесь был в 84-м году летом как раз. Два дня все. У нас мы под кондером, еле-еле мы здесь, под кондиционером. Целый день и отмечался. Мы вот два дня слушали про это, как они тут выживают летом. Не надо. Через чужого. А последние годы, вот то, что вот это орал, да, вот то, что высыпает. Каждый за это ушел. Ну, старые люди так говорят. А у нас стало, вот мы в Кирове живем, у нас нет ни лета, ни зимы. У нас зимой морозов нет, и летом у нас жары нет. У нас какая-то бесконечная такая серединка, осень, весна. В общем, лета нет, зимы нет. Есть осень, есть весна. Да. И все. Салатик вам сделать свежий? Мне, да, мне можно. Можно, знаете, я даже не сладко просто вот так на четыре части разрезать и все. А мне не надо. Без зелени просто так порезать и все. Хорошо. Пока садитесь, я же вам приготовлю. Хорошо, хорошо. А эту сторону? Садитесь. Да? Да. Да, где помыли уже. Вот на последочек этого видео все-таки я решила еще показать ужин. Вот такой у нас ужин. Картошка с котлетами. Не поверите, русская наша еда. Мы целый месяц этого не ели. Салатик просто, я просто попросила покроши покрупнее, потому что мы прикуску любим. Хотела в концовке вам сказать, сколько же мы потратили за обед, за ужин. А они опять сказали, ну вы же утром придете, потом рассчитаетесь. Я говорю, ладно, мы живем, говорю, в этом номере. Говорю, в конце месяца рассчитаемся. Вот тут вечерняя развлекаловка у детей. Спортом занимается, футбол. Вот гостиница у нас. А вот эта площадка, про которую я говорила через окно. Вечерняя гостиница. Я еще дневную не снимала, но уже вечер. На ужин не вышли. Атлет называется. Спортсмены останавливаются, я уже вам говорила. Заодно, думаю, сниму. Завтрак. Рисовая каша с маслом. Порция, конечно, огроменная. Мы вчера суп по этой порции съели такой. Как будто под две ложки наши. И кофе. Продолжение следует. Продолжение следует...